Естественно, предпосылкой для разговора являются приближающиеся выборы, меняющиеся в пользу Трампа. Выразимся пока осторожно, аккуратно. Ситуация на этих выборах, потому что основной его конкурент Ники Хейли, кандидата от республиканской партии на номинацию, точнее, на республиканскую съезде, она сошла с дистанции, разные разговоры ходят относительно ее возможности участия в качестве третьего кандидата или еще каким-то образом влияние на ситуацию. Но, тем не менее, именно так обстоят дела и в контексте глобальной политики и обвинений Трампа в том, что он пытается доктринально изменить позицию Соединенных Штатов как лидера западного мира, о том, что он хочет уйти из Европы и чуть ли не развалить НАТО, уйти из Европы в смысле обеспечения ее безопасности, вообще, так сказать, дезуировать позицию США как основного союзника Украины в войне и так далее. То есть это все, в общем, выдвигает очень важный вопрос, который мы хотели обсудить, потому что мы ряд эфиров, кстати, с Марвом Александровичем разговаривали о панировании американо-центричному миру со стороны Путина, что это его такая некая доктринальность, насколько она вообще уместна к безидеологическому лицу, такому как Путина. Может, эта идеология и начала появляться. И в контексте этого, так сказать, можно рассмотреть вопрос о том, какой сложится американская политика в случае победы Трампа, ну или каких-то глобальных изменений, которые приведут к диверсификации или какой-то инверсии, если хотите, этой позиции. Слово тебе, Александр Александрович, что ты думаешь? Действительно ли за всем этим противостоянием республиканцев, демократов, Трампа и элиты Вашингтонской стоит как раз доктринальное изменение роли США в большом мире? Почему? Потому что, кстати, я скажу, Трамп хвалится, что в первую свою каденцию в 2016-2020 год он не начал ни одной войны. Текущие войны шли, но он не начал ни одной войны. Вот что ты думаешь? Я думаю, что какие-то жесткие выводы делать как минимум рано и в отношении победы Дональда Трампа. Да, конечно, республиканская номинация уже у него в кармане. И пока он по общенациональному рейтингу обходит Байдена, но оба они так или иначе не преодолевают барьер в 50%, то есть значительная часть американцев не хочет видеть президентом ни того, ни другого по разным причинам. Байден слишком стар и уже поэтому неэффективен в понимании значительной части электората. А Трамп просто опасен. И, собственно, на этом и будет строиться кампания против Трампа, ведомая демократами. То есть это некий приблизительный аналог российской кампании Бориса Ельцина образца 1996 года. Что, да, конечно, там Ельцин человек немолодой и пьющий, но реставрация коммунизма еще гораздо хуже. Нечто подобное будет и на этих выборах. И в этом смысле Джозеф Байден уже дал понять, что да, конечно, он старый, я старый, я суперстар, как говорил в анекдоте Леонид Ильич Брежнев. Но кто же спасет Америку от Трампа? У него миссианская задача абсолютно. И поэтому все остальные параметры процесса на этом фоне обсуждать как бы неудобно. Тут надо от Трампа спасаться. Как говорится, если этот мощный старик только в состоянии это сделать, то значит, надо делать ставку на него. Я пока не вижу вариантов, при которых Джозеф Байден не будет баллотироваться от демократической партии. А в любом случае, по собственному же, это возможно только если он сам так решит. А пока что-то не видно, никакой готовности с его стороны так решить. Тем не менее, разумеется, что, да, поэтому высокий антирейтинг Трампа, то есть большая совокупность американцев, которые считают его опасностью и угрозой для основ-основ американского образа жизни, государственности, в том числе тотального доминирования и влияния Америки, это один из факторов, который может помешать 45-му президенту стать 47-мым. Хотя, разумеется, на сегодняшний день вероятность того, что Трамп таки займет Белый дом, достаточно велика. Просто еще, мне кажется, окончательные выводы делать рано. Как рано делать окончательные выводы о том, что же он будет творить на посту президента, изменит ли он существенно глобальную доктрину Америки, потому что тогда, в 2017-2021 годах, этого не произошло. То есть были точно такие же апокалиптические прогнозы, отчасти построенные на его же заявлениях. А надо сказать, что Дональд Трамп абсолютно следует принципу «язык мой враг мой». Он все-таки, будучи шоуменом, в гораздо большей степени, чем классическим американским политиком, часто позволяет себе высказывания, которые в этом карточном домике считаются недопустимыми. Вот я помню, например, как один из журналистов во время COVID-19 опубликовал очередную разгромную книгу про Трампа, и было несколько, о том, что Дональд Трамп вообще не справляется ни с чем, и у руля Америки находится человек, глубоко непригодный для правления функций президент США. И вот этому журналисту Трамп прямо сказал, что нет, он не недооценивает опасность COVID-19, но специально ее преуменьшает в публичных выступлениях, чтобы не порождать панику. Это высказывание Трампа было использовано как доказательство того, что это крайне сомнительный персонаж, который совершенно не понимает, что делать. На мой взгляд, это свидетельствует ровно об обратном. Трамп прекрасно понимал, что панику сеять не надо. И, собственно, паника, индуцированный психоз – это, с одной стороны, важнейший фактор той самой перегрузки системы здравоохранения, о которой не говорил только ленивый, и которая была обоснованием карантина. При этом мировые элиты и не заметили, собственно, они и создали эту панику, которая породила перегрузку системы здравоохранения. С другой стороны, сам эмоциональный и гормональный фон в ситуации паники ведет к крайне неблагоприятным последствиям, как социальным, так и непосредственно в части здоровья населения. Прошу прощения за этот пошлый термин. Поэтому Трамп, на самом деле, сказал абсолютно разумную вещь, просто ее нельзя было говорить. Она не относится к тем высказываниям, которым может использовать классический американский политик, тем более такого ворота. Ну, Дональд Трамп не всегда это понимает. Или, и кроме того, поскольку для всякого шоумена, опять же, важен принцип ради красного словца, там, не пожалею левого яйца, он просто может ляпнуть все что угодно в ситуации, когда он видит, что это привлекает к нему дополнительное внимание. Потому что главная миссия шоумена, до еще классического истероидного типа личности, к которому относится Дональд Трамп, это привлекать в себе внимание любой ценой. Да, зачастую ценой весьма рискованных высказываний с неоднозначными последствиями, в том числе для него самого. Ну, и для Америки и всего мира, коль скор, Америка главная глобальная держава тоже. Главная единственная на сегодняшний день. Или, например, вот сейчас вырвана из контекста, абсолютно усолится постоянно тема, что Трамп будет стимулировать Путину нападать на Европу. Он говорил вовсе не это, на мой взгляд. Я внимательно изучил этот текст. Он говорил, что нужно принудить, он должен принудить европейские страны, партнеров США по НАТО к увеличению военных расходов до 2% ВВП. А если кто-то этого не сделает, то останется с плитным один на один, и Трамп ни за что не ручается. В итоге так и получилось. Все, как Трамп говорил, так и вышло. Да, и в итоге сегодня судорожно и лихорадочно европейские партнеры США по НАТО повышают военные расходы до 2%, и даже больше процентов ВВП, больше уже до 4%. Сегодня это не вызывает никаких вопросов. Вот тогда, в те трампистские годы, по этому поводу стоял вселенский стон, и президент Франции Эммануэль Макрон говорил о смерти мозга НАТО. Сегодня надо делать именно то, что завещал ему старик Трамп во время своего первого президентского срока, и никто по этому поводу не стонет. Просто все звали поблагодарить старину Дональда за то, что он предупреждал уважаемых партнеров о необходимости это сделать. И вот, например, Джозеф Байден все тот же заявил тут на днях, что если Конгресс примет закон о запрете ТикТока, и ТикТок не перейдет на контроль какой-нибудь американской корпорации, типа Google или Microsoft, значит, он его подпишет. Именно это предлагал Трамп во время своего президентства, ровно это. Или, значит, заставить китайскую корпорацию Байденз, которая принадлежит ТикТок, продать корпорации и запретить на территории США. В этот момент только ленивый не поучаствовал в смешании Трампа с Грецией. Сегодня это мейнстримная позиция американского истинута. Тогда же, на том же сроке, было много разговоров о том, что Трамп уже тогда должен был прекратить военную экономическую помощь с юзникам, отозвать американские гарантии безопасности. Я помню, в начале 2017 года, на самой заре правления Трампа, тогдашний американский министр обороны Джек Мэттис, попросил, что бешеный босс, отправился в Сеул, в Южную Корею. Была первая поездка. И огромное количество СМИ в разных изданиях, в разных странах мира, вышли с заголовками о том, что вот сейчас приедет Мэттис, и Южная Корея останется абсолютно беззащитна перед тоталитарным режимом ГНТР и его союзниками во главе с Китаем. Потому что США все прохемят. Вот Мэттис приехал в Сеул и подтвердил все обязательства США перед Южной Кореей, даже предложил некоторые варианты расширения сотрудничества в военной сфере, чем проделал фору Бодену Сен-Сан. Поэтому ничего, наконец, то правление Тот-Трех Дональда Трампа увенчался соглашениями Авраама между Израилем, с одной стороны Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой, потом к этим соглашениям присоединились Марокко и частично Судан. Я думаю, что любой американский президент, кроме Трампа, был бы выдвинут за это Нобелевскую премию мира, потому что это вдающийся позитивный результат международной политики и политики безопасности. Но это уже оспорить даже не удалось, поскольку там интересы Израиля, евреев, а против них никто не станет сильно открывать рот, даже будучи движим благородной целью в очередной раз очернить Дональда Трампа. Поэтому, если мы анализируем непропагандистское облако вокруг политики Трампа тех времен, а то, что он реально делал, то ничего революционного, в смысле смены миропорядка, он не делал. То, что он встречался с Владимиром Путиным в Хельсинке, и тоже это только лениво не сказал, что Путин выглядел серьезнее, убедительнее Трампа, что он ее чуть ли не унизил, что Трамп позволял себе какие-то несоразмерные комплименты Владимира Путина. Я помню, все рассуждали о том, что Трамп чуть ли не путинский ставленник и агент. И было Saturday Night Show, где Дональда Трампа играл Олег Болдвин. И вот, я помню, прекрасно. Он не имел никакого отношения к реальности, но было очень смешно и талантливо сыграно и сделано, безусловно. И Олег Болдвин, я помню, он играл Трампа, значит, перед Рождеством, там у них в гостиной их общего дома с Меланией Трамп появляется Путин с голым торсом. Да, да, известно, известно. И, значит, Трамп спрашивает, Меланией Трамп спрашивает, не опасен ли этот человек? Что нужно делать человеку, которого ты практически не знаешь и который появляется в твоем доме? Что, жениться, переспрашивает Трампу у Меланией? Вот чего Путин долго рассуждает о том, как мы сейчас снимем санкции, и они с Трампом говорят, и в качестве рождественского подарка оставляет Деда Мороза рядом с интернет-роутером, американского президента. Нет, как элемент искусства, это все замечательно и очень забавно, но на самом деле никаких реальных шагов навстречу Путину Трамп не делал. Санкции при нем только ужесточались. Именно Трамп-то, собственно, и заблокировал строительство Северного потока-2, которое Джозе Бейн потом разблокировал, да, конечно, в качестве подарка Германии, скорее, чем Кремлю, но и Кремлю тоже в результате. И, в общем, де-факто Трамп действовал весьма жестко, и отнюдь не как кремлевский агент. Другое дело, что он не разменивался на всякие вот территорические выпады в адрес Путина, которые не приносят никакой практической пользы, зато очень сильно раздражают кремлевского тирана и настраивают его на деструктивный лад. Когда Байден говорит, что Путин, ну, наверное, многих это радует в мире. Но это не улучшает ситуацию, это его ухудшает. А Трамп прекрасно понимает, что такого человека, именно диктатора, который привык к словословиям и лезть, и не мыслят свою жизнь без них, надо душить в объятиях, скорее, чем осыпать оскорблениями. Тогда добиться от него прямо или косвенно можно будет гораздо больше. Вот у меня получился некоторый панигирик Трампа, к чему я вовсе не стремился. Ну да, да. Потому что хочу оговориться, что вот эта энергия мести, на которой строится нынешняя компания Трампа, мы придем им всем отомстим, мне не нравится. Я не считаю, что энергия мести – это правильное топливо для политического возвышения, независимо от взгляда в политику. Но я не чувствую, у меня нет ощущения, что Дональд Трамп все кардинально изменит, отовсюду Америку уберет и обрушит американцентричный мир. Еще и потому, что американцентричный мир – это вовсе не только, и даже на сегодняшний день не столько, система отношений Белого дома с правительствами других стран, в любой сфере, включая военные. Это система доминирования американских ценностей и технологий в самых разных смыслах. То есть, словно Илон Маск, чуть не меньше источник американских ценностей, чем президент американского доминирования, чем любой американский президент. И будь останется ли Байден, или он будет главой государства Трамп, все равно и Илон Маск, и Сэм Альтман, и Билл Гейтс. Все они останутся и во многом будут формировать глобальную повестку. Именно они за пределами политических структур и институций. Другое дело, в том, что говорит Владимир Путин, в констатирующей части есть немало справедливых. Действительно, во-первых, миропорядок не будет, он будет меняться. И в связи с технологической революцией, и в связи с тем, что сетевые структуры приходят на смену иерархическим. Конечно, не полностью их отменяют, но существенно теснят. И это в итоге приведет к тому, что традиционное государство вообще не будет играть такой всепроникающей и всезаполняющей роли, как прежде. Именно поэтому роль США как государства тоже уменьшится. Но роль США как поставщика образцов и примеров, особенно в технологической сфере, не уменьшится. Просто можно поспорить с тем, что эти примеры не будут применять США. Что мешает Илону Москве приехать на родину в Южную Африку, если он разругается с политическим руководством США? В принципе, ничего, кроме одного, что настоящая база экономическая для реализации больших проектов есть в США. А за пределами США это все дело абсолютно не так здорово. В таком масштабе ее нет ни в Европе, ни в Европе. И поэтому по-прежнему Соединенные Штаты остаются магнитом, притягивающим многие миллионы людей со всего мира, которые жаждут самореализации в современных отраслях экономики. Так, нас уже почти 14 тысяч смотрят, и около 4 тысяч поставили свои лайки, явно недостаточно. Если есть возможность, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Обязательно поставьте лайки, те, кто уже присоединился к эфиру. Это было бы очень для нас полезно. Обязательно подпишитесь на канал Фегин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть по ссылке, можно пройти по имени Станислава Белковский и подписаться на канал. И там же есть и в описании анонс очередных эфиров. Станислава Александровича, я просто лучше тебе рассказать. Да, сейчас у нас две премьеры. Рома сегодня состоялась премьера очередного праздничного к 8 марта эпизода проекта ОМГ, который мы делаем с профессионально-протестантским проповедником Питером Залмаевым. Он называется «Женское правление и гибель богов». А на днях, точнее в четверг, будет премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Промченко. Так что прошу любить и жаловать, и подписываться на канал Белковский. Прекрасно. Значит, в чем, собственно говоря, во всех резонах, которые звучат в твоем описании деятельности Трампа, хоть и эксцентричного, но в общем и целом очень расчетливого политика, есть вот аспект, который, ну, действительно выбивается, это, собственно, Украина. При том, что в период его с 16-20-й год принято считать, что именно он начал поставлять летальную сброю, так называемую, да, там первые, так сказать, джавелины, еще что-то. Тем не менее, я бы сказал, в условиях, когда есть низкоинтенсивная война, то, что происходило с 14-го года, на территории Украины, когда, значит, из Донбасса позиционные шли бои и так далее, там в линии ООС, все-таки в условиях масштабной войны это уже не канает. То есть ты не можешь безучастно говорить о том, что мы тут за 24 часа договоримся, ну, то есть решим судьбу Украины. Тем не менее, она, эта позиция, даже если она не такая в натуре своей, то есть реально не такая, она выглядит как антиукраинская. Еще раз подчеркиваю, а слова имеют большое значение, когда война уже масштабная, не такой низкой интенсивности, когда действительно гибнут десятки, сотни тысяч людей, слово убивает. То есть ослабление очевидное потенциальное со стороны главного союзника поддержки Украины, а у этого есть прямая отсылка к, например, сдерживанию тем же Джонсоном, спикером Нижней Палаты, Палаты представителей, вынесению вопроса о помощи Украине уже вот три месяца, причем под давлением именно подконтрольных. Небольшая такая группа трампистов внутри Палаты представителей, Конгресса США, это уже как бы не смешная, а вполне практическая сторона вопроса, которая вроде как из слов конвертируется вот в подобного рода решение. И Москва же экранирует, она же, ага, им дают 60 миллиардную помощь, так мы будем на Авдеевку сильнее давить, что они и делают, да? Гибнут солдаты, там обстреливаются территории, там в Одессу битят шахеды, убивают детишек. Так что тут такая штука, что он, может быть, сам себе не отдает отчет, как его слова убивают реально людей. Я понимаю, что это звучит несколько притянуто, но война, она такое любит. Она притягивает слова к бомбам, она притягивает слова к жертвам. И вот здесь как бы, ну не знаю, какие находятся оправдания его маневрирования. Вот вопрос. Здесь я готов согласиться с тем, что проявляются, как раз, деструктивные стороны характера Дональда Трампа, которого не любят, в первую очередь, за то, что он совершенно антисистемный политик. Так нельзя. И многие вещи, действительно, делать нельзя. Как, опять же, классический шоумен и стероид, он зачастую не несет долгосрочной ответственности за то, что говорит. Это мы уже сегодня обсудили, 10 минут назад. Ради красного словца может ляпнуть все, что угодно. Потому что он заканчет войну в Украине за 24 часа, я практически уверен, да и не только я, об этом обсуждают многие солидные американские аналитики, что никакого плана у Трампа на самом деле нет. Конечно. Почему он здесь действует по принципу, об этом я подумаю завтра. Выиграет президентские выборы. Тогда и начнет думать о плане о прекращении войны в Европу, хотя общая доминанта Трампа очевидна. Это по максимуму загрузить Европу украинской проблемой и уменьшить степень увлеченности США. Потому что он все равно не устает, неустанно будет делать все, если победит. Чтобы расходы и всякие усилия Европы максимизировать по стабилизации ситуации безопасности в современном мире. Европа это хорошо понимает, и нельзя сказать, что для Европы это однозначно плохо. Потому что, конечно, Европа вспомнила, что ей нужно уметь себя защищать. И не только в военном смысле, но и психологически, поскольку во всем везде и во всем психология и в ситуации, когда большая часть избирателей, особенно молодых в современной Европе, ясно говорят социологам, что они не собираются идти воевать за свои страны, это, разумеется, приободряет, говорит не Трамп, это европейские избиратели. Тут в этой ситуации надо что-то менять. Потому что может сбежать ситуации, когда действительно путинские танки могут зайти в любую европейскую страну, и эта европейская страна в какой-то момент скажет, ну и бокс. Собственно, если все уцелело, если вся инфраструктура уцелела, и великие памятники архитектуры не пострадали, то им все равно стоят на путинские танки нашей территории или нет. И то, что Европа сегодня должна на эту тему рефлексировать, то, что она должна щипать себя за все места и вспоминать, что так нельзя, а ведь, собственно, после Второй мировой войны, не после Второй, так, после Второй мировой войны случилась демилитаризация Германии, а после Третьей мировой, то есть в годной войны, радикальная масштабная демилитаризация всей Европы резко сократилась вооруженные силы, в том числе, кстати, и в Германии, они сократились в разы, и в плане личного состава, и боевой техники, и вооружения, и всего. Потому что никто не ожидал этой войны. И в этом смысле угроза Трампа, независимо от того, не преувеличиваем ли мы ее, скажем так, не преувеличиваем ли мы угрозу этого изоляционизма, я думаю, что преувеличиваем ее, преувеличивают уважаемые оппоненты господина Трампа, чтобы сделать его абсолютным злом и так сформулировать главную интригу президентских выборов 2024 года, битву добра со злом, в которой нюансы не важны, не важно, страдает Байден деменцией или нет, он все равно вреденоситель идей добра, а его оппонент зла. Но то, что Европа, сам призрак Трампа заставил Европу взбодриться, это очень хорошо, в том числе и для Украины, потому что Европа понимает тоже, что если Украина проиграет, то вероятность переноса боевых действий на европейскую территорию существенно возрастает. И даже если мы сегодня преувеличиваем вероятность того, что Путин пойдет в Европу, там такая вероятность есть, но не очень большая на сегодняшний день, все равно эти преувеличения в данном случае работают на то, чтобы Европа была более стойкой, более уверенной в себе и готовилась к негативным сценариям в качестве вполне возможных. Но да, Трамп, что касается, в данном случае, сказывается классическая безответственность Трампа-шоумена в отдельных его высказываниях, его нарочитое стремление привлекать внимание любой ценой, о чем мы уже говорим. Но что касается финансирования Украины, здесь, на самом деле, трампистские идеи не так уж плохи, если в них разобраться. Да, идет речь о сокращении, вот чем и занимается Майк Джонсон, про трампистский спикер, палат представителей в США, Конгресса США, объявлено, об альтернативном варианте проекта помощи Украине, где сокращается сам объем помощи с 60 миллиардов долларов до 49, и при этом военная помощь будет предоставлена в качестве гаранта, а не военная, в качестве кредита под залог арестованных на территории США российских активов. В чистом виде идеи Трампа, которую он изложил еще пару месяцев публично. Нет оснований сомневаться, что это именно его творчество и отражающее его стиль мышления в принципе. Он же бизнесмен, как и все прочее. Девелл. Хотя сам масштаб безусловно всегда завораживал. То есть даже когда Трамп был банкротом, он был очень крупным банкротом, о котором все равно знал и говорил весь мир. To be a true false, что называется. Но сам факт, что замороженные активы и РФ могут быть использованы как обеспечение для кредитов, предоставляемых Украине, означает фактическое признание, что эти активы должны быть направлены на восстановление Украины. Потому что иначе как же их можно использовать в качестве залога. В этом смысле этот проект имеет достаточно выигрышную и благоприятную для Украины сторону. Хотя, разумеется, ты абсолютно прав в том смысле, что внесистемность Трампа, его неумение фильтровать базар, я прошу прощения за этот политологический термин, оно нередко наносит ущерб Украине. И вообще ситуации с безопасностью в Европе. Хотя, разумеется, во всех таких ситуациях Трамп борется с Байденом. И из-за своего возвращения в Белый дом который тоже для него является вопросом жизни и смерти, что в политике всегда плохо. Все-таки демократическая политика тем отличается от тоталитарной, что в ней переход руководящего поста из одних рук в другие не должен быть вопросом жизни и смерти. А должен быть в любом случае достаточно компромиссным вариантом, при котором выборы не заканчивают, выборы не стиграют с нулевой суммой, где один полностью громит и уничтожает другого. А все-таки так или иначе некие телодвижения, при которых кто-то выиграл, кто-то проиграл, но это не означает, что проигравшая сторона исчезает, а выигравшая забирает все. Ну, это всегда было неким, как бы сказать, неизменным континуумом американской политики, в которой нету терминальной правоты. Ее нету терминальной. Ну, понятно, бинарность двухпартий, двухпартийная система особенно этому способствует, но в целом нет такого политика, приходящего к власти в силу его конечности, поскольку 4 года, второй раз 4 года и все. Ты не можешь оставить истину за собой в последней инстанции по масштабе, что должно быть только так и никак по-другому, что должны быть там преемники, вот это вот чисто русская такая история. И поэтому, конечно, русская история авторитаризма и авторитаризма вообще. Ну, в принципе, да, но просто масштабы сопоставимы. Америка и Россия это все-таки гигантские территории, гигантские истории, гигантские нации. Ну, история не в смысле 200 лет, американская история, а политического масштаба истории. Вот как за 200 лет можно пройти от индейцев до ядерного оружия и орбитальных космических самолетов. То есть я вот в этом смысле пионерии. Значит, масштаба и масштаба самого американского чуда. Но вопрос заключается вот в этом же. Вернемся к этой внесистемности. Вот конец каденции Трампа ознаменовался штурмом Капитолия. Мы все это видели, наблюдали в прямом эфире. Ну, тут как угодно можно это интерпретировать. То ли штурм, то ли это проявление демократии. Но американский закон достаточно однозначный. И суд в этом смысле поставил оценку. Да, дал оценку. Есть люди осужденные и так далее. Это логично. В стиле проведения осуществления Трампа своей несистемной политики он и не мог закончить другим. А что готовит будущее? То есть приход Трампа или недопущение Трампа в ходе ноябрьских выборов. Можно ли представить степень поляризации американского политикума в такой степени, что это, ну, как многие говорят, доведет до гражданской войны. Не знаю, наш с тобой знакомый общий, значит, мой друг Кагейдар Джамаль покойник, кстати, прогнозирует, что этим все и закончится. Надо отдать должный его провиденциализм. Например, войну с Украиной он описал чуть ли не в мельчайших деталях. Вот. И много каких еще процессов, и в том числе, которые дали старт в Америке, несмотря на некий конспирологический элемент внутри его теории вот это о мастерии, там, клубах международных. Но, тем не менее, действительно ли трамповское правление на втором разе, на его камбэке таком, да еще и реваншистском, может привести к такой степени поляризации? И какое место в этой поляризации вплоть до может иметь значение доктринальности американоцентризма и американоизоляционизма? Ну, или его интерпретации, как это видит Трамп, мага и тому подобное. Вообще, успех Трампа, да, ведь когда он проиграл Джозефу Байдену тогда, в 2020 году, мало что говорил о возможности возвращения Трампа в Белый полк. Абсолютно. Он был абсолютно реактуализирован в последние годы. И это отражение действительно деструктивных процессов в толще американской политики и общественной жизни. Во-первых, кризис самой двухпартийной системы, поскольку партии уже не представляют какие-то целостные идеологии, отражающие действительно взгляды половину населения США. Во-первых, внутри партии существуют очень разные идеологические платформы. Нередко эти платформы смыкаются с крайностями в другой партии больше, чем с каким-то мейнстримными взглядами в собственной. И не секрет, что партийная бюрократия и старые эстаблишменты республиканской партии в общем против Трампа. Радикальное крыло демократической партии, в частности, те, кто поддерживал в прежние годы сенатора Берни Сандерса под лозунком Берни Орбас нередко предпочитает Трампа Байдена. Потому что истинный смысл происходящего в том, что в чем сила несистемности Трампа? В утрате доверия к системе. Здесь сериал «Карчный домик» мой любимый, и многие другие менее мощные, но вполне точные голливудские продукты на эту тему показали это. Что вашингтонский эстаблишмент в очень значительной степени себя дискредитировал. И все, что направлено против вашингтонского эстаблишмента независимо от идеологической составляющей, а тем более всяких аспектов и нюансов второго-третьего порядков, это приветствуется очень многими, тоже независимо от взглядов. То есть и правые, и левые, те, кто не доверяет Вашингтону, те, кто видит в Вашингтоне тотальное лицемерие, несоответствие реальных дел лозунгам, тот поддерживает Дональда Трампа как именно человека, бросившего вызов этому эстаблишменту глубинному государству, пытающемуся Трампа в общем съесть и уесть. Потому что есть еще помимо высокого антирейтинга Трампа, который никуда не делся, несмотря на растущий рейтинг, существует еще и проблема многочисленных судебных разбирателей, в том числе по уголовным делам. И что еще грозит Трампу? Что показываются логические опросы, если он все же будет признан виновным по одному из уголовных дел, пока этого сейчас нет, пока он проиграл только несколько гражданских исков, что, разумеется, наносит большой ущерб ему финансовый. Он будет сейчас платить крупные штрафы, измеряемые пока десятками миллионов долларов, носить залоги за судебное решение, очередной залог уже там достигает, по-моему, еще он пока не внесен, но это 500 миллионов долларов, а поскольку Трамп человек состоятельный далеко не Джефф Безос или Лон Маск, для него эта сумма весьма крупная, и они могут подорвать его компанию. Да, каком-то социологическом исследовании показывают, что определенная часть тех, кто готов голосовать за Трампа, откажутся от такого действия в случае, если он действительно будет признан виновным в уголовном преступлении. Поэтому это тоже фактор, который может помешать ему вновь занять белый дом. Но, тем не менее, антисистемность, его здесь, она стоит выше идеологии. Это отрицание этики и эстетики современного Вашингтона. Что, собственно, почему Трампу так радуются оппоненты американо-центричного мира во всей планете Земля? Потому что вот он против официального Вашингтона. Независимо от того, принесет ли президентство Трампа какие-то блага и дивиденды тем, кто аплодирует ему сегодня из-за пределов Америки, вовсе не обязательно, что принесет. Но сам факт, что вашингтонский эстеблишмент с его высокомерием и лицемерием получит по морде, вот это очень многих радует, радует в частности и Владимира Владимировича Путина. Поэтому, кроме того, торжество трампизма, это есть ответная реакция на шествие левого идеологического дискурса в минувшие десятилетия. Безусловно говоря, так сказать, триумф, Black Lives Matter, критическая расовая теория, все, что культивировалось в американских университетах и излилось на нас в прошлом году с пониманием, что, оказывается, там царит антисемитизм, о чем мы не догадывались, оказывается, а что он там происходит. Вот это все, в общем, надоело значительной части американского электора. Дело не в зашелом консерватизме, а в том, что все имеет свой предел. Безусловно, кто же спорит с необходимостью расового гендерного равенства, когда концепция расового гендерного равенства превращается в свое отрицание, когда маятник заквозит слишком далеко, когда это уже означает, наоборот, неравенство по отношению к белым или гетеросексуальным отношениям и призывы к репрессиям в их отношениях. Когда любовь уже, так сказать, стала общим местом, потому что, если ты поймался на коррупции, то, конечно, заявляешь, что ты к***ный латиноамериканец и это является универсальным оправданием того, что тебя прихватили не с всей своей деятельностью, как, например, в случае председателя сенатского комитета Роберта Менендеса в прошлом году, а, так сказать, вот в связи с тем, что неизбывная американская белизна это уайтнес, она в любом случае носит дискриминирующий репрессивный характер, что не так. Ясно, что трудно себе представить, что Роберт Менендес пострадал из того, что он латиноамериканского происхождения. Но он в таком роде политики разыгрывает и разыгрывает эти карты. Они доразыгрывались. Избиратель хочет, наконец, чтобы безудержному шествию этого всего был положен конец, чтобы это все вернулось в какие-то рамки и чтобы, условно, героем Америки не был Джордж Флойд. Да, конечно, нам очень жаль Джорджа Флойда, которого задушил полицейские, но мы же помним, кто такой Джордж Флойд. Это преступник, который никогда в своей жизни не работал, наркоман, жил он за счет собственных детей, их рожал для этого, для того, чтобы они получали детские пособия и давали ему деньги на наркотики. И всему, опять же, пожалеть Джорджа Флойда ради бога. Пролить над ним, но делать из него героя нашей эпохи, вот это тот самый перебор, который возбудил Трампа как ктулху и призвал его на политическую поверхность после, казалось бы, финального поражения четыре года назад. Так, нас смотрят 18,5 тысяч зрителей и около 6 тысяч поставили свои лайки. Просьба все-таки большая. Мы 35, почти 36 минут в эфире. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно поставьте лайки. Ну и проверьте свою подписку на канал Фейген Лайф. Многие тут пишут, что проверяют. Последнюю неделю ситуация стабилизировалась. Да, потому что мы продолжаем работать с администрацией Ютьюба. Они периодически отключают алгоритм в отношении моего канала Фейген Лайф с тем, чтобы прекратить действия враждебных скриптов, которые работают на отписку подписчиков и так далее. То есть, это действия, безусловно, и, конечно, сторонних сил, конечно, Кремля. А Ютьюб к этому не имеет никакого отношения. То есть, мы не можем судить о том, что в Ютьюбе есть люди, которые действуют против моего канала. Для этого нет никаких оснований. А вот вмешательство в работу алгоритмов, да, это место имеет. И поэтому в моменты, когда отключается алгоритм для проверки опять на вирусы, на скрипты, посторонние, значит, работы программы, да, ваша отписка прекращается. Но следите за этим. Лучший способ это подписка на канал. Для того, чтобы, если вас отписали, снова подпишитесь. Если, например, вы еще не подписаны, ну, от вас зависит, это вам решать, но подпишите хотя бы для пробы. Посмотрите, как это будет все работать. Ну, а мы продолжаем. У нас еще есть минут 13 поговорить, и несколько тем надо затронуть. Вот в контексте все-таки заявленной темы американоцентризма и американоизоляционизм поговорим о Москве. Ну, как бы зеркальном отражении вот этой концептуальной борьбы позиций. Опять же, мы же огрубляем американоцентризм и американоизоляционизм в чистом виде между Байденом глобальным, представляющим глобальную позицию, демократы всегда глобалисты, или там изоляционистом Трампом, это уже очень условно. Мы, естественно, значит, общими мазками берем именно эту доктринальную разницу, поляризуем сознательно, сознательно сталкивая эти две крайности. Но все-таки вот Москва, она считает ли Путин, считает ли Кремль, что они сейчас близки к некой победе, к некому результату за долгие годы, и в том числе два года войны, тому, чтобы баланс сил изменить свою пользу. Потому что иногда возникает ощущение, что самоуверенность достигает такой невероятной степени, что они уже начинают диктовать условия, на широком пространстве Европе, Америке, ООН или еще кому-то. То есть появилась какая-то такая внутренняя убежденность, что с приходом Трампа они реализуют все свои цели и задачи. Почему еще? Потому что ты верно сказал о том, что Трамп слишком самодельно заявляет о том, что он договорится. Понятно, что это предвыборная повышение словесной риторической игра Трампа. Но я глубоко убежден, что он считает, но я приду к Володе, мы сядем, тебе 20, мне 80, отличный бизнес, вот мой процент, вот твой процент, мы же нормально все поделили. То есть грубо говоря, его мышление девелопера и бизнесмена оно определенно вступит в противоречие к некой глобальной уже мессианской мессианским сознанием Путина, который, но он в себе его искусственно прокультивировал и считает, что все мое, 100 процентов и еще, пожалуйста, процент сверху. Вот приблизительно так Путин рассуждает в вопросах политики, это не вопрос денег, это вопрос чистых уже глобальных интересов. И вот этого до конца не понимает Трамп, именно поэтому я считаю, что они не договорятся. Тем не менее, все-таки Москва действительно считает, что она на взлете, что она на неком подъеме, таком, значит, который позволит ей навязать эту повестку, в том числе, да, Путин безусловно так считает. Вот ты начал с того, что является ли противостояние Америки Путина идеологическим доктринанием. И да, и нет. Скорее нет, чем да, то есть он не стал идеологизированным человеком от этого, потому что для него это способ решения проблем безопасности. Для того, чтобы Америка тебя не уничтожила, от нее надо отделиться. В том числе, отделиться, собственно, от американских ценностей, о чем мы сегодня уже говорим, да, потому что глобально американская доминировать совершенно не обязательно войсками или база США на твоей территории. Глобально американская доминировать совершенно правильно. Это Макдональдс, это Тесла, это искусственный интеллект, это все, что порождает Америка. И вот очередь в Макдональдс при его открытии, я сам ее не стоял в ней, правда, потому что она меня устрашила, но видел ее своими глазами на Пушкинской площади. Вот уже показывал, что такое доминирование Америки. Что поздний советский человек считал, что вот свобода, демократия, это и есть Макдональдс. И вот именно поэтому отделиться от Америки полностью на месте Макдональдса, сделать вкусную точку там и так далее и все прочее, и забыть про все, забыть про все американские образцы, это и есть для Путина спастись от Америки. Потому что, если на подконтрольной тебе территории нет американских ценностей в самом широком смысле слова, то возможность Америки диктовать тебе свою волю, свои условия наипаче, свергнуть в себя существенно сокращаются. При этом, естественно, Путин не хочет быть одиноким в этом смысле, он хочет войти в историю еще и обрушителем американо-центричного мира в целом. И здесь он отчасти прав, потому что мир не будет прежним, он не будет таким же, как 30 лет назад, потому что Запад сам нуждается в существенном переосмыслении своей глобальной доктрины, свободный мир, он должен понять, а как он дальше собирается противостоять тоталитаризму, на каких основаниях, на основаниях Джорджа Плойда это не получится. Значит, моя твердая уверенность стоит в том, что это может быть только религиозные фундаменты, в частности, примирение и альянс основных авраамических религий, христианство, ислама и иудаизма, и в этом смысле соглашение Авраама имени Дональда Трампа очень важный позитивный прецедент, даже если Дональд Трамп для обозначения того, что должно случиться, это, так сказать, абсолютно правильно. Поэтому, разумеется, используя то, что в мире всегда много недовольных Америкой, а кто же любит лидера, его не любит никто. Лидер всегда порождает огромное количество негативных эмоций, и, собственно, зависимость от лидера тоже источник эмоций, если ты не можешь отделаться никак от Америки. Вот уже и хочешь, но все равно в кармане у тебя смартфон находится, так или иначе порожденный Америкой и являющийся символом американо-центричного мира. Это все раздражает и раздражает. И поэтому, хотя глобального юга никакого не существует, как не существует даже и БРИКС, что так вот, там, сколько бы Путин ни складывал ВВП стран БРИКС и не пытался доказать, что это больше, чем ВВП стран Большой Семерки, это не имеет никакого ни смысла, ни значения, потому что Большая Семерка действительно вырабатывает правила игры и им в значительной степени следует, а БРИКС ничего не вырабатывает, просто рыхлый конгломерат стран, у каждого из которых свои собственные интересы и практически нет ни общей идеи, ни общих проектов, не говоря о том, что их нет, не может быть на так называемом глобальном юге. Но сама нестабильность, ведь, собственно, вот вмешательство Путина, как и было, собственно, доказано спецпрокурором Робертом Мюллером в свое время, я согласен с этой точкой зрения, что вмешательство Кремля в 2016 году в выборы в Америке существовало, но его целью не была победа Дональда Трампа, а его целью была хаотизация процесса. Вот точно так же, как для Путина важно, чтобы, опять же, отстоять свою изоляционистскую доктрину, важно хаотизировать мир в целом. Поэтому он так радуется войне на Ближнем Востоке, он радуется усилиям хуситов, которые вы там перерубили какой-то кабель. Какое огромное счастье. И уже, так сказать, в околокремлевских телеграм-каналах ползут версии о том, что теперь, когда хуситы так угрожают вырастить трафик через территорию Российской Федерации, наконец, РФ спецслужбы смогут контролировать весь информационный поток между, там, условно-синкопором и Берлином. И записывать разговоры не только четырех генералов, один из которых неосторожно воспользовался Вебексом в Сингапуре, а вообще всех-всех-всех этим самым. Поэтому, да, и после того, как мне не удалось контрнаступление вооруженных сил Украины, и после того, как в рамках общей хаотизации началась война на Ближнем Востоке, и Америка отвлеклась на Ближний Восток, тут, значит, тут из-за Трампа и его союзников завис пакет помощи Украине в Конгрессе, да, Путин сейчас на очень такой мажорной ноте и позитивной волне. Он считает, что он побеждает, и он побеждает не только на полях сражений, а, собственно, вот его клевреты затеяли во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, затеяли разговор, что опять, что нам нужна вся Украина, естественно, как рычаг давления. Соглашайтесь на меньшее, а то отберем все. Повышаем ставки для того, чтобы потом, сказать, прийти к кому-то компромиссу. Но очередной виток угроз ядерной войны и вопли о том, что Германия непосредственно вовлечена в войну, и, так сказать, фактически Германия возвращается во вина нацизма и так далее, это попытка протестировать, насколько Запад убоится всех этих угроз. Там в условиях крайне высокой, зачастую абсурдно высокой, о чем часто говорится в нашем сегодняшнем выпуске проекта ОМГ с Петром Залмаевым цены человеческой жизни на Западе, потому что ничто не может быть абсолютно в этом мире, кроме Господа Бога. Да, жизнь человеческая стоит очень высоко, но все равно есть нефигкие ценности, которые надо защищать, в том числе и с риском для этой самой человеческой жизни. А если ты не готов защищать эти ценности, то чего же стоит твоя эта жизнь-то, гробанная? В чем ты отличаешься просто от куска мяса на рынке уже, приготовленного к тому, чтобы тебя зажарили и съели? Вот это Путин все пытается проверить и протестировать, что у Запада размытый идеологический фундамент, Запад психологически слаб, классический западный человек с наших времен не готов умирать за свои ценности, а по пути многонациональный РФ народ, стоящий на коленях перед Владимировичем Путином, готов. Говорю о том, Путин уже больше года культивирует идеологию смерти, фактически, как главного смысла и содержания бытия человека в Российской Федерации. И что сказать, ну, действительно, чего жить-то в России, смысл какой? Вот умирять, это совсем другое дело. И даже приличных денег российский обыватель может заработать только умереть за Путина, потому что никаких других легальных возможностей стать хоть сколько-нибудь зажиточным у него нет. Поэтому, да, сейчас Владимир Владимирович в полном оптимизме и будет оптимистично развивать эту историю, что он независимо от того, кто будет президентом США. Здесь он тоже не лукавит. И, в общем, все равно. Он не верит, что Трамп пойдет ему на какие-то большие уступки. Он просто радуется тому, что демократический истеблишмент, который так ему враждебен, поиграет. Это вызывает, очень позитивную эмоциональную реакцию. Эту линию он будет продолжать независимо от того, кто у власти на Западе. Он просто исходит из того, что он неожиданно понял, что самый сильный лидер в современной мире это он. И он намерен это понимание эксплуатировать по полной программе. Ну, у нас остается буквально несколько минут, три минуты, может быть, немножко. Мы стараемся держаться регламентом в 50 минут, и поэтому последнее, финализируя, собственно, обсуждение, оно легко связано с заявленной темой, но мы ей отдали известную дань, мы говорили о куменизме, русско-православной церкви, обсуждали взаимоотношения Ватикана и, собственно говоря, РПЦ. Да, ну и вот видим последнее заявление отца, значит, ну, папы Римского, который, в общем, ну, дальше даже прошел от своих прежних тоже неоднозначных заявлений относительно умиротворения, значит, агрессора Москвы там и так далее, и как-то, в общем, неожиданно выдал опять такое, Барголья выдал такую какую-то совершенно еще дичь, на мой взгляд, в ней, ну, по-моему, она абсолютно с антологической точки зрения антирелигиозная, абсолютно антикатолическая, но, то есть, он не призвал к стоянию, там, за веру, еще чего-то, а, в общем, как бы отдаться насильнику, в общем, в конечном итоге, как-то так это можно интерпретировать, хотя, опять же, есть варианты, но много уже таких разных, его разных заявлений было, что ты думаешь, какой процесс идет там, вот, на, как говорится, десерт, давай это обсудим. А там идет процесс отхистарения, Хорхе Марию Горгольни, индивидуально все-таки процессы, папу Францис, ну, потому что мы из уст Джозефа Байдена слышим много всякого, всякого странноватенького, да, вот только что он заявил, что мы не должны были входить на Украину, да, выяснилось, что он имел в виду Афганией, это самый Ирак, а он перепутался с Украиной в очередной раз. А недавно он встречался с Франсуами Тараном и Гельмутом Колем, как мы помним, по старому анекдоту про Леонида Ильича Брежнева, что Леонид Ильич принял британского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. Да, все-таки папа Берголья на 6 лет старше за Франсу Байдена, ему уже 87. И там, возможно, со здоровьем не все в порядке, поэтому действительно про белый флаг он имел в виду не то, то есть разъяснение, которое потом поступили представители Ватикана, я стою им доверять, что он имел в виду, что надо приступать к переговорам. Но не будем забывать, что папа франциско-изуит, значит, соответственно, он следует классической иизуитской доктрине, согласно которой надо подлаживаться под обстоятельствами. То есть нам нужно быть достаточно гибким, это сказать, вести диалог со всеми, а кроме того, папа римский, он латиноамериканский иизуит. И это с ним останется навсегда, потому что в Латинской Америке США далеко не так популярны, а Владимир Ильич Путин как раз в достаточной степени популярен. То есть в этой части глобального юга, безусловно, и папа, в принципе, ведь папу Берголья избирали после такого махрового консерватора Карла Ратса для того, чтобы повернуться лицом вот к глобальному югу условному, который хотя и аморфный, но считал, что в Европе в общем католицизм стагнирует и сокращается, а вот зато в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии там все это дело нарастает, и нужен папа, который на дружеской нагере, на одной волне именно с этими слоями пасты. Учитывая, что в общем официальных католиков по-прежнему более миллиарда человек, это крупнейшая конфессия, хотя даже в Латинской Америке за время понтификата Папы Франциска за минувшие 11 лет, количество католиков сократило с пользой протестантов. Это тоже глобальный тренд, что дела Ватикана не очень хорошо. Они не очень хорошо, независимо от фигуры Папы, потому что вот эта иерархическая, тяжеловесная структура, религиозная, безусловно устарела и не соответствует своеобразию текущего момента. И недавно Папа Римский говорил о том, что следующим понтификом будет Иоанн 24. Опять же, не очень понятно, что он имел беду, но если он отдавался отчет в том, что он говорит, то это значит, что следующим понтификом будет большой реформатор. Типа Иоанна 23, у нас ждет еще какой-нибудь очередной Ватиканский собор с очередным аджорнаментом, то есть приближением ритуала рима католической церкви и определенных элементов приучения к современности. Это и так случится. Но сейчас Папа Франциск, он всегда занимал позицию достаточно плавать между различными центрами силы, то есть быть настоящим классическим иезуитом. Потому что мы даже быту называем иезуитской позицию, он ее вполне и занимает. Я не думал, что он действительно призывал к капитуляции Украины, это он так очень неудачно сформулировал, но в то же время он и не является сторонником поражения Владимира Путина. Он готов находиться с ним в диалоге. Так, ну что же, весьма интересно, весьма любопытно. Мы благодарим всех зрителей, 21 тысяча человек, которые смотрели нас сегодня в воскресенье, почти с половиной тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем огромное. Мы почти две минуты в эфире. Пожалуйста, напоминаю, ссылки на это и разносите на канал в социальных сетях группах. Поставьте еще раз лайки, те, кто еще не поставил. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фиггин Лайф и на канал Светлана Петровского. Да, и на канал Светлана Петровского с премьерами очередного праздника эпизода проекта ОМГ «Женское правление и гибель богов» и в ближайшем премьере очередного эпизода проекта «Киноагент» с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронч. Обязательно. Спасибо большое. Марк Захаревич, спасибо всем. Спасибо всем. Продолжение следует...